Всем привет! Сегодня у меня для вас новое видео с распаковкой моих посылочек. Будет много разного интересного. Ссылочки на все найдете в описании. Первая посылочка, с которой мне хочется начать, здесь у меня должен быть халат домашний. Заказывала я на Валберис. У продавца было множество различных расцветочек. Я взяла зелено-черный. Халат женский. Размер 44-46. Черный мятный. Хлопок 100%. Я люблю, когда халатик посвободнее. У меня размер 44-42. Но халаты я люблю, чтобы не сидели в облипку, а именно немножечко балахончиком были. В данном случае ткань мягкая, приятная. Халат имеет вот такие ушки. Как я уже вижу, все строчки ровные. Ниточки не торчат. Халат двухцветный. Длина у него ниже колена. По бокам у халата имеются кармашки. И в чем прикол данного халата? Это то, что внизу у него имеются рисунки. И да, в зависимости от расцветки рисунки тоже меняются. Ну и давайте покажу то, как данный халат сидит на мне. Мне очень нравится, как он выглядит. На самом деле, находиться в нем очень комфортно, удобно. Он длинный, ничего не задирается. За счет того, что застегивается он на молнию, пользоваться им одно удовольствие. Ткань хлопковая, мягкая, приятная. Если ищете хороший домашний халат отличного качества, от души рекомендую. В одном из предыдущих видео я вам показывала уже эту джинсовую юбку. Но вы мне так часто задавали вопросы, как ее носить и с чем носить. То я решила ее еще раз показать и как раз показать именно образы, то, как я ее использую и как ее ношу. Показала несколько вариантов. Образов можно собрать намного больше. Я пока только так ношу. Если у вас есть еще какие-либо идеи, то пишите. Буду рада вашим советам. Обязательно пишите, какой из этих образов вам понравился больше. И также один из часто задаваемых вопросов. Как я ухаживаю за своей кожей? Что я использую? Я уже в данном случае собрала ту косметику, которую я использую на данный момент. Я уже ее все протестировала. Она мне очень нравится, но давайте про каждую расскажу по порядку. Первое, с чего мне хочется начать свой обзор, это гель-фиксатор для бровей фирмы Алья. Прозрачный гель-фиксатор для бровей Алья. Эффект ламинированный на 24 часа без белого налета. Объем 8 мл. Данный гель я использую для того, чтобы фиксировать свои брови. Для того, чтобы они у меня лежали как мне нужно. Не торчали в разные стороны. И очень мне нравится эффект. Когда я им укладываю данный гель, мне часто задают вопросы, где я делала, то тоже бровей. Но на самом деле бровки у меня свои и ничего я не меняла. У данного геля очень удобная кисточка, комфортно наносить. У данного геля нет никакого аромата, вообще ничем не пахнет. Еще один немаловажный удобный момент, это то, что щеточки, с помощью которых очень удобно распределять и наносить гель на брови. И убирать лишнее, если уж переборщили с той кисточкой, которая внутри. Очень мне нравится. Гель фиксирует надежно на целый день. Он, мне кажется, фиксирует даже больше, чем на 24 часа. Но просто вечером я умываюсь перед сном. А так все хорошо работает, хватает его на день точно. В комплекте также имеется инструкция по применению. Три щеточки, поверни, нажми. И то, как нужно этим пользоваться. Но инструкцию я и не достаю. Она у меня как лежала в коробке, так и лежит. И без инструкции все хорошо понятно. В целом, очень мне нравится данный гель-фиксатор для бровей. Если ищете что-то подобное, рекомендую. Ну, конечно, перед тем, как что-либо наносить, первое, что я использую, это энзимную пудру для лица и тела. Я ее специально положила на место, чтобы вы видели, как все это приходит. 75 грамм. Казалось бы, баночка небольшая, но поверьте мне, для одного использования прям нужно капелюшечку. Расход минимальнейший, а эффект колоссальный. Эта пудра содержит в себе коалин, папаин, алантаин, салициловую кислоту и витамин С. Отлично подходит для глубокого очищения чувствительной кожи, так как работает бережно и нежно. Ну, и давайте покажу. Я уже ее всю вот так, видите, пользовалась. Пудра, она мелкодисперсная. Казалось бы, ничего не делает, но только стоит сюда добавить буквально капельку воды. И за счет своей текстуры замечательно очищает кожу. При этом никак не травмирует кожу и не вызывает раздражения. Ну, и давайте ее размылим. Вот буквально капелька воды, видите. Все хорошо распределяется, наносится. Она, на самом деле, такая вот текстура интересная. Казалось бы, вроде водичка, но нет. Она такая липковатая и очень хорошо отшелушивает. Поверьте мне, на лице это работает ничем не хуже. Замечательнейшая пудра, если ищете хороший вариант. Или у вас нежная кожа, которая чувствительная, раздражительная. Вот именно энзимные пудры это спасение для кожи. Для того, чтобы привести ее в хороший вид. При этом используя минимальное усилие. Очень классная. Она никакого аромата не имеет, раздражения не вызвала. Пользуюсь ею с удовольствием и вам рекомендую. После очищения энзимной пудры я использовала маску для лица. Энзимную, вот такую вот у меня от Айрко. Она пришла в коробке, также была запопкована в пупырку. Маску я использую не на ежедневной основе, а где-то два раза в неделю, где-то один раз в неделю. Поэтому, можно сказать, практически здесь у меня ничего не потратилось. Да и для использования нужно всего лишь ничего. Как бы чуть-чуть выдавливаем. Этого вполне достаточно. Расход минимальный. Масочка плотненькая, хорошая. Замечательно ровненьким слоем ложится. После нее кожа прям очищенная, мягкая, гладкая. Аромат обалденнейший. Состав данной маски входит неацинамид, коалин, папайя и энзимные частички ананаса. Очищающая маска на основе растительных энзимов и белой глины создана для бережного очищения, интенсивного восстановления и здорового сияния вашей кожи. Маска подходит для проблемной возрастной кожи, борется с черными точками и пигментацией. Кожа у меня стала намного лучше, ровнее. Черных точек стало намного меньше. Очень нравится мне, как она работает. Обязательно себе закажу еще. Вообще не первый раз заказываю себе косметику фирмы Айркод. Результатом довольна. Также от этой фирмы я еще использовала крем для лица. Но перед тем, как его нанести, наносила сыворотку для лица. Вот она у меня здесь тоже. Сыворотка 11Ай. Омолаживает, подтягивает, увлажняет. Кожа после использования стала намного лучше. Выровнялся тон лица. Стала более напитанной, подтянутой, увлажненной. Состав очень хороший. Объем большой, 30 мл. Для одного использования нужно буквально пару капель. Потому что она очень такая насыщенная. Буквально наносила 1-2 капельки и все это распределяла по лицу. Питывается очень быстро, распределяется замечательно. Аромат обалденнейший. Очень вкусно пахнет, сладенький. Но он не навязчивый. И в целом мне никакого дискомфорта не причинил. В составе натуральная пептидная база. Она сама определяет проблему и знает, что делать вашей кожей. Очень классная сыворотка. Дает колоссальный эффект. После того, как впитается, что мне еще понравилось, не вызывает липкого слоя, какой-то жирности. Ничего такого вообще нет. Нанесли, впиталось и получила кожа. Только положительный результат. И также все это было еще запаковано в пупырку. И в комплекте лежала вот такая вот визиточка от самого магазина. Которую я также не выбрасывала для того, чтобы вам показать. Ну и после всего этого я, конечно же, использую крем для лица. В данном случае у меня крем для лица AirCode. Приехал кремик также в коробке, в пупырке. Вот она внутри кремика, мне кажется, у меня даже потратилось больше, чем всего остального, потому что им я пользовалась утром и вечером. Состав данного крема уходит 5% неоцинамид, пептидный комплекс и сквалан. При регулярном использовании я заметила, что у меня выровнялся тон лица, кожа стала более увлажненной. Кстати, да, многие из тех баночек, что я вам сейчас показала, приехали с запакованной слюдой. Здесь фольгой чем-то они были закрыты, но так как я уже пользовалась, конечно же, все это убрала. Кремик средней плотности, но он хорошо распределяется, быстро впитывается, имеет неприятнейший аромат, очень вкусно пахнет. Мне нравится, как он работает, кожа после него прям замечательнейшая. Забегая вперед, хочу сказать, что я данными продуктами пользуюсь недолго, поэтому это только мои первые впечатления. То, какой эффект я ощутила, буду дальше проверять их, тестировать, пользоваться этим. Если у вас останутся какие-либо дополнительные вопросы, спрашивать. Но крем для лица хороший, не вызывает какого-то раздражения, липкости, что-то такого. И кожа после применения прям мягкая, бархатная. Вот, состав, если вам интересно, и описание. В целом, кремик классный, мне понравился, буду пользоваться дальше. И последние две посылочки на сегодня, я хочу сразу показать их вместе. Здесь у меня книги, которые я заказывала на подарок для своей мамы, так как она вяжет. Если вы меня смотрите давно, то вы уже, наверное, в курсе. Первая книжка у меня идет «Вяжи, одевай, люби». Очаровательная компания вязаных животных. Более 40 моделей для вязания на спицах, игрушек, одежды и аксессуаров. Хорошо запакованы, заказывала на ВБ. Кстати, мое удивление, насколько быстро приехали эти книги. Я их вчера заказала, а сегодня они уже поступили на пункт выдачи. Цена у них, по-моему, одна была чуть больше 1000 рублей, другая около 1000 рублей. В данной серии еще есть одна книжечка с другими животными. Я пока вот одну ей купила на подарок. Если ей понравится, то обязательно закажу еще одну. Качество бумаги мне нравится. Плотная, хорошая бумага. Смотрите, все яркое, красочное. Большое количество различных животных. Зверюшки очень красивые. Детализированные с одеждой. Здорово. Не буду показывать всю книгу, а то вдруг еще забанят. Но книжка здоровская. И вторая книга тоже у меня идет по вязанию. Тоже с пиццами. Уже приехала, как вы видите, по-другому запакованная. В картон. Здесь у меня тайны аранских узоров. 110 подлинных аранов со скрытым смыслом. Звезды рукоделия. Бестель из Японии. Вязание на спицах. Японское полное практическое руководство. Внутри уже вот так. В данном случае уже бумага такая полуглянцевая, что ли. Здесь она, да, матовая, а здесь она глянцевая. Крупные узоры. Тут уже только узоры и что нужно делать. Основные узоры, крупные узоры с шишечками, составные ажурные узоры. И здесь также показывают, что как нужно делать. Ну, книжки классные, очень хорошие. Мне понравились. Если вы любите вязать спицами, можете присмотреться. Качество на высоте. А на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось. Ссылочки на все найдете в описании. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока.